Экономическая ситуация в стране многих настораживает и пугает. Доллар уже пересек 27 с чем-то. Но это дорого для каждого человека, понимаете? Ну, понимаете, если вот, ну, смотрите, вот даже поднятие было пенсии, да, с января месяц. Ну, я тут прекрасно, да, подняли. Ну, цены, коммунальные условия, все проезд, все дорожает, все дорожает. Все растет, растет. Так я посчитываю, что у нас в коммунале где-то 2,5 тысячи уходит. Это дорого. Продукты, питание дорого. Проезд. Ну, все, ну. Плохо, конечно, плохо. Доллар дорожает, цены дорожают, зарплата нет, как бы на месте стоит. Поэтому не очень хорошо. Полагаю, что это вообще взвинченные цены, абсолютно неоправданные. И, ну, с моей точки зрения, что у нашего народа еще очень долгое терпение, что люди из последнего тянутся для того, чтобы не оказаться на улице. Как, по-моему, это просто, ну, безобразие, мягко говоря. Уходит больше, чем уходило раньше. И это ощутимо, конечно, ощутимо. И мне это не нравится. Одесситы считают, что в стране должна быть выстроена такая экономическая модель, чтобы внутренний рынок не зависел столь сильно от колебаний на межбанковском рынке. Я гражданка Украины, а гривна есть национальная валюта нашей страны. Я вообще считаю, что это нонсенс, что наша экономика привязана к иностранной валюте. Это прямой путь к зависимости. И, конечно же, она сказывается, и сказывается она всех, к сожалению. Все у нас идет от доллара. Куда электроэнергия, продукты, питание. Все это, я не знаю, куда наши провидицы смотрят. Продолжение следует...